Здравствуйте, это Укралайф ТВ. Мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала торговая марка Гетман и медицинский центр призма. А с нами на связи известный украинский журналист Роман Сымбалюк, которого мы страшно рады видеть. Конечно, вы смотрите большинство из вас его замечательный ютуб-канал. Роман, здравствуйте. Спасибо огромное, что нашли для нас время. Людмила, все взаимно. Здравствуйте. Спасибо. Роман, знаете, я вот все время думала, думаю, ну с чего бы такого вкусного начать? И тут меня выручили московские новости. Не могу удержаться, все-таки прочту. Мне кажется, вам тоже эта информация понравится. Кремль рассматривает бывшего главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова в роли либерального кандидата в президенты на предстоящих марте 2024 года президентских выборах. Об этом пишут в ведомости со ссылкой на четырех близких к администрации президента источников. И, по словам одного из них, обсуждение возможного участия такого кандидата в выборах началось еще весной. И дальше по тексту объясняется, почему, как и так далее. И непростую долю, потому что Венедиктов должен будет критиковать. И в результате сводится к тому, что все должны поддержать Путина, но потому что вот же на фоне Венедиктова что-то говорить. И это мне показалось интересным, потому что означает ли это, что Россия решила, по крайней мере, сделать вид, что она отпускает вожжи немного? Или это я погорячилась в понимании? Поскольку вы знаете все эти истории, связанные с Венедиктовым, с «Эхом», с его влиянием в Россию и так далее, давайте немножко об этом. Говорит ли это какой-то тенденция в России? Вот я вижу, вы уже смеетесь. Какое-то доля недоверия, я чувствую в этом. Вообще-то можно перефразировать так. В России решили показать, что они нормальные, и ничего из этого не вышло. Ну, я не знаю, будет ли Алексей Алексеевич принимать в этом участие. В принципе, он всегда работал в российской команде, а не в какой-то другой, в команде Владимира Путина, и с этого надо исходить. Да, немножечко его там потеснили российские ультраправы нацисты. И вот эта вот история про то, что есть некие либеральные СМИ, подконтрольные Кремлю. Ну, я не знаю, насколько возможно, чтобы они в эту воду вошли дважды. Мне кажется, это маловероятно. С другой стороны, как они? Они же, по-моему, Венедиктова сделали иностранным агентом, как и меня, кстати. Ну, могут развлекаться как угодно. Дело в том, что вот этот вот процесс в России, в мире он называется выборы, а в России он тоже называется выборы, но по сути это является имитацией. И раньше в роли такого, скажем так, кандидата для битья использовалась Ксения Собщак, еще та российская Кремля, сотрудник Кремля, да, на большой зарплате. В принципе, если Венедиктов на это согласится, это лишний раз подтвердит то, что я сказал. Но вообще, если у человека хотя бы есть чуть-чуть чувство собственного достоинства, он в легализации, как это, коронации Путина участия принимать не будет. Ну, на самом-то деле, оно и смешное, и не очень. Почему? Потому что на практике это ничего не меняет. Российских солдат будут в Украине убивать, и на каком-то этапе станет понятно, что Путин не Сталин, и история про отсутствие вот этих вот неприемлемых потерь, выяснится просто, что это миф. Роман, вот на всякий случай, раз уж вы вспомнили, что и вы теперь иностранный агент, но с вами все понятно, да? Вот, потому что вы же не граждане России. В том-то все и дело, что со мной непонятно. Дело в том, что они присваивают этот титул людям, в первую очередь гражданам России, которые занимаются в России политической деятельностью. Ну, я, конечно, в некотором роде польстила, что спустя такой большой промежуток времени они меня воспринимают как человека, занимающегося политической деятельностью в России. На самом-то деле нет, я сторонник того, чтобы сжечь Москву вместе с жителями, ну, естественно. Ну, или хотя бы так вот, чтобы, знаете, по-братски, как в Мариуполе. Ну, да, как в Мариуполе, да. Очень хорошо подходит, это согласно тут. Вот, Роман, тогда давайте немножко пойдем дальше. Вот вся эта история про то, как Путин по-прежнему пытается играть роль, ну, я не знаю, какую-то роль, даже непонятно, то ли демократического государства, то ли демократических процедур. Зачем это все ему нужно? Вот это удивительно просто. И, кстати, в этом же контексте недавно один Wall Street Journal написали о том, что в списках на обмен между Штатами и Россией вдруг появилась фамилия Алексея Навального. Это тоже вот один из интересных таких факторов. Означает ли это, что Россия готова отправить Навального за границу, лишь бы вообще там уже никого не осталось? Ну, а там и так никого не осталось. Дело в том, что Навальный, когда сидит в тюрьме, он как раз и вот всем показывает, что там ничего живого не осталось. Мне кажется, так. И говорить о том, что Путин там что-то играет или что-то хочет показать, да ему нам плевать. Он у них император или недоимператор в российских традициях, это недоцарь. У него вообще есть на сегодняшний день ничем не ограниченная власть. Его ближний круг, мы же их все видели, он же их не просто так показал перед вторжением, как они блеяли, как бараны. Руководители там различных и силовых, и не только силовых ведомств. Такой утренник нацистов. Поэтому ему вообще ничего не надо показывать кому-либо. Пока он полностью является стопроцентным правителем этого фашистского государства. Все вот эти вот заявления, которые частенько любят у нас рассматривать в части того, что или Путин умрет, или его завтра свергнут, или он ослаб, или что-то еще. Я, конечно, ко всем отношусь с уважением, но я в это не верю, потому что это мне напоминает песню «Мы здесь власть», когда кричал Алексей Навальный, еще когда им разрешили ходить по улицам Москвы, что там «Долой полицейское государство», «Раз, два, три, Путин уходи», и «Долой царя». Вот годы идут, царь умирать не собирается, из этого надо исходить. Я к тому, что почему такие вот истории, они очень близки людям, что вот, мол, еще немножко потерпите, и все само разрулится. Нет, оно само не разрулится. И результат этой истории, он определится только на войне, к сожалению. А по поводу того, что Алексея Навального хотят обменять, ну, ради бога, мы же не против. Логика американцев тут в принципе некоторая есть, потому что наши западные партнеры, они смотрят стратегически, нам иногда кажется, что они сильно наивные. Почему? Кажется, очень сильно. Почему я вот так вот, от наивности до стратегического подхода? Потому что они же играют, они же не воюют, они моделируют ситуацию с лагом какое-то количество лет. И в принципе, любая смена власти в России, даже Навальный со всем его бэкграундом, это все равно какое-то движение там вот, и соответственно могут быть новые какие-то расклады. То есть не значит, что они перестанут быть нацистами. Так вот, зачем американцы Навальный? Ну, вот они какого-то некого Манделлу могут пригреть на груди и потом десантировать соответственно в Россию. то есть это такая модель. И в принципе американцы правы в чем? Что если ты конструируешь модель будущего с каким-то лагом временным, то никто же не хочет воевать вечно. Не мы не хотим, но мы же не хотим, не хотим, ни американцы не хотят воевать. И в этом плане некоторый смысл есть, но пока просто ничего не проглядывается и знаете, много было политических узников, а Навальный это все-таки политический заключенный, как бы он нам не нравился, далеко не все они а выживали в тюрьме, б после освобождения вставали теми персонами, которые определяли будущее своих стран. Но глобально американцы правы, конечно, надо как-то, все равно с ними надо разговаривать, с россиянами. Ну, да, вот, я думаю, что вот посыл, что приедешь в Украину, тебя убьют, он правильный, посыл того, что тебя больше шансов, чем предлагает тебе Путин, сдохнуть от водки или на войне, это тоже надо пообъяснять, что жизнь, она более многогранная, можно еще что-то успеть сделать, вот, но как-то все равно с ними, то есть посыл, то есть люди, которые работают со словом, должны все-таки, даже если это кажется сейчас утопией, создавать условия для того, чтобы не пришлось работать только украинской артиллерии и авиации. Роман, мы еще обязательно вернемся к американцам, я тоже хотела бы очень с вами поговорить о всей этой истории, но, если позволите, еще немного о России, понятно, что вы очень хорошо нарисовали картину, что не стоит ждать, что Путин умрет, это очень простое решение, о котором мы все мечтаем уже много-много лет, но он все... Но это не исключено. Да, 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 но это не исключено, это было бы великолепным сценарием, неожиданным, как подарок на Новый год, но на самом деле, вот, исходим с того, что вы сказали. Но, с другой стороны, вся эта история, которая сейчас с Кадыровым возникла, дело же даже не только в Кадырове, а дело в Чечне скорее, да, и в истории, которая там с Чечной связана, все эти войны длительные, последняя длилась 10 лет, еще живы те, кто это все пережил, и если учесть, что писала Политковская об этих войнах, то войны эти были жесточайшие и нечеловеческие. Непонятно, насколько там все это забыто, и если представить, что где-нибудь на каком-то участке зашатается, ну, скажем, условный Кадыров, или настоящий Кадыров, да, считаете ли вы, что это может каким-то образом повлиять на ситуацию в России, или это тоже нужно отложить, просто как ситуацию, которая ничего не приведет, и настраиваться на другое? Ну, во-первых, надо дождаться этот тикток у Савана. Пока его нет, этого тиктока, и пока все это вот переливают из пустоя порожнего, потому что опять это очень крикабельная тема, Кадыров умер, Кадыров в присмерти, Пригожин воскрес, это же тоже все любят, Путин болеет раками, тоже скоро умрет, они все скоро умрут, а Дмитрий Анатольевич Медведев обязательно сопьется и нажмет ядерную бомбу на красную кнопку, и она прям взорвется прямо в Москве. Такое люди любят, и журналисты пользуются людскими слабостями, ну, как это, секреты профессии. Что касается Чечни, ну, во-первых, если, вот, гипотетически, Рамзан Ахматович отправляется к Аллаху или в ад, потому что Путин, он всегда врет, рая не будет, вот, то любые подвижки, вот, еще раз, в российской политике, они дают, как это, возможность появлению новых, новых каких-то, этих вот, пазлов. И, как минимум, что произойдет, чеченские подразделения, они будут выведены с Украины, причем не будут выведены, они просто сами соберутся и помчатся домой, потому что там деньги, там собственность, ну, и вообще, это же власть, власть самая главная, Фрэнк Андервуд, он же сразу сказал, и все это, вот, например, Путин это точно понял, что тот, кто выбирает деньги вместо власти, ну, тот проигрывает. Это вы карточный домик, карточный домик. Ну, да, 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 то есть, как это, в американской традиции это так гротесно выглядит, потому что у них все равно два срока и на пенсию, выгуливать собаку, то, когда россияне эту модель на себя одевают, то понятно, что у них есть возможность или до смерти, или до переворота. Вот, ну, то есть, пожелаем Рамзану Ахматовичу добрый путь, только так, но, еще раз, там, понимаете, вот, когда мы говорим, что может ли там начаться война новая, ну, в теории, да, с другой стороны, с момента окончания второй чеченской войны, он же имел безграничную власть и фактически они там всех поубивали. То есть, тоже зачистили, как Путин, на своем... Ну, во многом, да, часть людей сбежала, часть воюет на стороне Украины, но, кто остался в Чечне, это большой вопрос. И есть ли там вот эти вот силы, которые готовы отомстить за смерть, за кровь и унижение. Вообще-то, Рамзан Ахматович, он такой у нас, такой дон, такой он, как это, вызывает улыбку у многих иногда, такой вот он вальяжный, бежит с пулеметом, ну, раньше бегал, сейчас уже не бегает, сейчас лицо. Но, вообще-то, это же палач. Ну, в первую очередь, чеченцев. Ну, такая вот у них традиция. Поэтому, знак вопроса, как оно будет, с большой вероятностью, если федеральный центр будет стабилен, то и в Чечне они найдут замену из клана Кадыровых, кого-то. Но, давайте посмотрим. Роман, вы знаете, в последнее время слишком много слышно от официальных чиновников, в том числе и Столтенберг, и вот генерал Миле сегодня, да, в интервью CNN, если я не ошибаюсь, Захил его процитировал, сказали, что долгая война будет. И, собственно говоря, они считают, что главной причиной окончания войны может послушать то, что вот Россия сама решит закончить эту войну. Но, судя по тому, что мы сейчас обсудили, то как бы по большому счету ни у Путина, ни у всех остальных нет желания эту войну заканчивать. И вот эта привязка к тому, что война будет длиться столько, сколько захочет Россия, она несколько смущает после, извините, полутора лет полномасштабной войны, чуть ли не десяти лет просто войны. Так, Людмила, она уже длинная. Она длится с 20 февраля 2014 года. Да. Вот с этого момента. Поэтому генерал Милли, он как всегда, как всегда прав. Я вообще думаю, что война будет длиться до того момента, пока не умрет Путин или они его не убьют, ну, или не отстранят от власти, что, в принципе, одно и то же. На сегодняшний день никаких предпосылок для этого нет. И если наши западные союзники это артикулируют вслух, это хорошая новость. Это говорит о том, что никто Украину не сольет, как они там на болотах частенько формулируют. Ну, таковы реалии. Понимаете, как, о чем они, вот смотрите, мы можем включить фактически любой эфир российского телевидения, все телевидение в России, оно государственное, и они прямым текстом говорят о том, что надо уничтожить Украину как государство и украинцев. Они, то есть, они вообще ничего не скрывают. То есть, от слова вообще. Вот там Министерство обороны России сняло рекламный ролик о том, как они хотят жить в Одессе и на Печерске в Киеве. Вот они хотят завоевать, чтобы жить в украинских домах. Откровенно, откровенно. В Бахмуте почему-то уже жить никто не хочет. И в Донецке тоже по каким-то непонятным причинам. Потому что после прихода России все это превращается в тлен. Вот сегодня в России День оружейника. и рашисты, они что делают? Они смакуют в своих новостях вот эти вот все зверства. То есть, вот буднично рассказывают о том, как обстреливают Украину, как летят Кабы, как К-52 фигачат, истребители бомбят. И они от этого получают удовольствие. Это такой элемент величия. Это смотрят дети российские, жены российских пилотов заворачивают бутерброды. Говорят, Ваня, это тебе, чтоб тебе хорошо, убей там всех. Мы же любим тебя, мы любим Путина. Вот наш мальчик подрастает, он тоже будет таким. Ну, это же не гротеск, то, что я говорю. Это вот, поэтому, когда нас ставят перед выбором физического выживания, ну, что ж, придется шевелиться. Нравится-то кому-то и не нравится. Видите, у нас даже наша властная команда, думая о выборах время от времени, ну, о выборах все думают, это же демократия, говорят, что война будет долгой. Тезис 2-3 недели стал теперь мемом, и, в принципе, ничего, кроме раздражения, не вызывает. Ну, да. И, по факту, действительно, когда закончится эта война, определяется это в Москве. Ну, да. Ну, Роман, тогда возникает совершенно другое ощущение, что, если мы все по-прежнему зависим от Москвы, то, то как-то выглядят наши союзники на фоне всей этой истории, ну, как-то слабовато. Может, пора им как-то стратегически переопределиться, я не знаю, больше дружить с Китаем или там с Индией, как они пытаются, чтобы оттягивать от Путина или какую-то политику стратегическую менять. Ну, это же война тоже невыгодна, чтобы она нашим западным союзникам, чтобы она длилась долго. или выгодно, как вы думаете? Ну, во-первых, у них прошло перерепозиционирование, вы во многом об этом говорите, американская администрация говорит, что они начинают сравнивать, чем все больше и больше Россию сравнивают с нацистским государством, со всеми вытекающими последствиями, говорят о холодной войне, говорят о крушении мирового порядка по итогам Второй мировой войны, какие-то размышления на тему реформирования ООН, это можно сразу выкинуть в мусорку, в этом нет никакого смысла даже об этом говорить, то есть те, кто там работают, у них все будет хорошо, но на повестку в мире это не повлияет. Других союзников у нас нет в части принятия решений, но мне кажется, они тоже сейчас кардинально изменят подходы, все же все равно базируются на вооружении. Вот объективно в России правы, когда говорят, что Запад затягивает войну в некотором роде за счет своих инерций, что там сто мнений, потому что выдали бы они кассетные боеприпасы во время штурма Бахмута, может быть совсем все по-другому пошло, приняли решение по авиации соответственно год назад, тоже совсем по-другому пошло, но опять же, это реалии, как вот сказал мне мой один немецкий друг, он говорит, что вот вы жалуетесь, что мы долго принимаем решения, но вообще-то, а мы здесь, мы в шоке, как быстро они тут принимаются, когда тут все размерено, когда все четко прописано по процедуре, это безумная бюрократия, немецкая бюрократия, она в этом плане вообще просто ого-го, у нас, видите, после начала войны стало понятно, что украинское государство вообще-то организовано очень неплохо по сравнению с многими государствами на Западе, начиная от общения государства с гражданином, ну там банковские сервисы и так далее, поэтому возвращаемся к главному, тут уже прав Зеленский, летаки летять, будем бомбить, ну вот так вот оно все, все в конечном итоге сводится к этому, это не хорошо, не плохо, это просто факт. Роман, вы знаете, вчера я была поражена тем, что министр обороны Польши Мариуш Плащак опубликовал рассекриченные планы обороны страны на случай полномасштабного российского вторжения, по его словам, план предусматривал сдачу почти без боя около 40% польской территории. План обороны датированный 2011 года предусматривал организованное отступление польской армии от восточной границы занятия стратегической обороной по рубежам крупных рек в центральной части в районе Вислы. И после этого Польша планировала дождаться подхода подмоги от союзников по НАТО. Между прочим, повторюсь, это же министр обороны сказал, не просто там вот журналисты, может быть, что-то непроверенное, а ведь я очень хорошо помню, как накануне широкомасштабного вторжения, наверняка, и вы помните, как балтийские страны очень нервничали по поводу вот этой концепции, когда нужно будет сильно отступить, сдать большое количество территорий. Это я почему об этом спрашиваю? То есть, по большому счету, если бы там быстро России удалось что-то сделать с Украиной, получается, она бы могла там, я не знаю, пол Европы захватить, да? Вот сейчас что-то поменялось или нет во всей этой истории? И вот когда мы все говорим, и там наши партнеры говорят, вот вы должны быть нам очень благодарны, это, конечно, очень хорошо, но с другой стороны, вот когда вот такое считаешь, то пока еще непонятно, кто кому вообще. Давайте вернемся, а когда этот план опубликован? Вот буквально вчера я его прочла. Ну, а он датирован каким годом? 2011 годом. Ну, видите, с 2011 года многое изменилось, мы же вообще-то живем в 23-м. Если они это опубликовали, у меня такое впечатление, если учесть, что Польша просто какими-то гигантскими темпами занимается перевооружением своей армии, и если так будет продолжаться, то именно польские сухопутные войска и вооруженные силы Польши будут самыми раскачанными в Европе, ну, в части технологичности вооружений, не Украина, а именно наши польские соседи. И если они это опубликовали, то, возможно, это связано с тем, что это такой сигнал всем, ребята, если кто-то думает, что покупать 500 Хаймарсов и соответствующее количество ракет для них это слишком дорого, то вот вам план, и очевидно, этот план он исходил из следующего. Я вот тут вспоминаю встречу с одним генералом украинским перед полномасштабным вторжением. И, соответственно, они же все были в координации с начальниками генеральных штабов наших соседей на Западе. От Румынии до, соответственно, Польши включительно, там Венгрии немножко выбивались всегда, но бог с ним. Так вот, там дискуссии были такого рода, что после вступления страны в НАТО фактически вооруженные силы этих государств, они были ну или распущены, или сокращены в разы. Техника распродана, авиация там летала или не летала, ну, то есть все жили в понимании того, что войны не будет, можно пить пиво, ну, пилотам, конечно, меньше, потому что им все равно надо в кабину помещаться. И когда начинали анализировать, это я уже говорю о 22-м году, то боевых частей минимум, только экспедиционные силы и силы так называемого быстрого реагирования. И вот этот вот план, что когда-то придет НАТО. Кто это НАТО? Ну, понятно, речь идет о Соединенных Штатах, потому что из других таких крупнейших стран милитаризмом, кажется, не славился никто. Ни французы, ни немцы, англичане там время от времени себя позиционировали как-то, но тоже особо они не вкладывались. Там вот если посмотреть количество самолетов, допустим, на вооружение армии Великобритании в 90-м году и, соответственно, в 23-м. Вот количество стало в три раза меньше, потому что они, по-моему, с 500 до 150, ну, такой порядок цифр. Это же общий тренд. Это, привет Владимиру Путину, который рассказывал, что НАТО нападет на Россию. Там все расслабились, никто особо, почему, а США разве нет? Пожалуйста. Последняя надежда Владимира Путина, что у нас закончатся боеприпасы, потому что в Штатах делали в год 15 тысяч снарядов. Оказывается, континентальная война предполагает только одной Украины 6 тысяч снарядов в сутки. Ну, это Путин говорит, ну, очевидно, оно так примерно совпадает. То есть, получается, что все так рассчитывали на что? На то, что если надо будет каких-то плохих парней наказать, то взлетят самолеты, полетят ракеты и все. Поэтому, ну, в 2011 год все реалистично. Давайте мы вспомним себя в 2011 году. У нас, кажется, был президент Янукович. Знаете, чем у нас занималась российская команда в Министерстве обороны? Они массово сокращали воинские части. Закрывали, закрывали. Вот я вот из семьи военнослужащих могу сказать, что, по-моему, сейчас вот десятки частей в 2013 году в Украине были банально расформированы под ноль. Это потому, что они готовились, вы думаете уже? к войне, да? Ну, общий тренд был такой. Может, ну, готовились, не готовились. Это же все соответствует трендам европейским, западным. Мы же, даже при Януковиче, мы же были западным. Просто никто это так четко не артикулировал. Все разоружались на самом-то деле. Вот эти вот истории, знаете, там, из Великобритании тоже, что мы распилили наши танки Челленджер буквально перед войной на металлолом, потому что, ну, что с ними делать, зачем это все стоит, гниет. И такие там, да, надо бы чуть подождать, сейчас бы УКРАМ бы отдали, и они бы послужили хорошему делу. Так вот, вот эти тренды. Поэтому, то, то, что произошло в Польше с 2011 года по 2023, это же тоже мировой тренд. И европейский тоже. Сейчас все-таки посмотрели, что, оказывается, заниматься глобальным потеплением, правами ЛГБТ, и все эти вот, ну, правильные вещи в части защиты природы, и права человека, независимо от его, там, всех особенностей. Я говорю не только про ЛГБТ, язык, там, религия, и бла-бла-бла. Это все здорово и классно. И так и должно быть. Только в ситуации, если обеспечена твоя базовая безопасность. А если придут варвары и убьют всех, и ЛГБТ, и темненьких, и светленьких, и кариоких, и женщин, и мужчин, и детей, ну, какое же тут потепление. Я так думаю, что Мариуполь, о котором мы уже вспоминали, он впечатлил всех. Стало понятно, что варварам все равно. Что-то вы там про них думаете, вы к ним с песней, с песней, с композицией Вагнера, а он вас будет просто стрелять. Потому что они, ну, они другие. Ну, варвары, они и варвары, у них же смысл в чем? Уничтожение. То есть, от этого они получают вот эту дозу величия. Поэтому важно тут другое, что все это в прошлом, все изменилось, теперь все заводы работают фактически круглосуточно, разворачиваются новые производственные линии. Даже болгары восхитились. Производят вооружение и снаряды для нас нон-стоп в завод запустили, который закрыли в 89-м году. то есть, все изменилось. Кстати, болгары сегодня сделали интересное заявление, когда обнаружили на своей территории беспилотник, сказали, что очевидно, что эта война никого не обойдет страной. Хорошее такое тоже замечание, оно очень полезное, наверное, для многих. Так, ну, все же поумнели. Все, ну, объективно поумнели. понимаете, опять же, возвращаемся в 22-й год и конец 21-го. Владимир Путин, он же выдвинул ультиматум Западу и он начал войну против Запада. И сейчас они тоже говорят, что они воюют с Западом, ну, как-то, если воюете, ну, бахнете хотя бы, я не знаю, по какому-то американскому городу. Ну, согласитесь, это, вот, у вас же россияне слушают и они должны задаться вопросом. Вот, когда главный российский дипломат Сергей Лавров говорит, что Америка с нами воюет, ну, в некотором роде с этим можно согласиться, у нас тут западные деньги, западное оружие, проамериканская антироссийская коалиция, создана на Белом доме, все это правильно. Ну, раз Америка с вами воюет, то сейчас вы по ней не стреляете? Что же это за война, где не погиб ни один американский солдат? По-моему, тут как бы говорит о отсутствии интеллекта в рядах кремлевских старцев. В какую они войну ввязались? Потому что каждый россиянин должен помнить спич Путина, где он сказал, я принял решение начать специальную военную операцию. Я. Вот там была ключевая фраза, я. А в связи с тем, что я, Владимир Путин, это и есть Россия, куда же вы залезли-то наши пока еще временно живые и временно агрессивные соседи? Ну, по-моему, так. Роман, белорусы вдруг стали делать странные заявления. Я должна это процитировать, потому что поражена была до глубины души просто. Белорусы заговорили, что готовы отработать обеспечение противовоздушной обороны и безопасности границ вместе с кем бы вы думали? С кем? С армией Польши. Я сейчас не шучу. На совместных учениях, если поляки на это пойдут. Об этом заявил никто бы то ни было, а первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Павел Муравейко по случаю ежегодных учений, анонсированных в Беларуси на 20-26 сентября. И вот цитата прямая. Можем ли мы провести учение с Польшей? Если поляки готовы с нами провести учение, мы с удовольствием выступим с такой инициативой и рассмотрим, какие вопросы мы можем отработать совместно. Что это вдруг? Это без Лукашенко там же плоха не проскочит, мышь не правит. Александр Григорьевич за последний год сильно изменился. Давайте еще раз зафиксируем, что атаковали украинскую столицу с белорусской территории и где-то через полгода полномасштабного вторжения они понемножечку перестали использовать белорусскую территорию для нанесения ударов по Украине. Я так понимаю, Александр Григорьевич говорит, нура, ты ж мне обещал три дня и понемножечку он начал как это прятаться в ИЛ. И с учениями вообще очень интересно и это предложение оно прекрасно но я хочу напомнить нашим польским друзьям и белорусам в том числе что вот прямо сейчас планировались учения Запад 2023 такие как Запад 2021 перед полномасштабным вторжением тоже стратегические поезда танки везут самолеты летят солдаты бегут кричат слава Путину ну и так далее так вот учения Запада 2023 почему-то отменили я так думаю потому что вся российская армия занята часть в могиле часть на войне на на пути в могилу соответственно вот мы вспомним еще несколько месяцев назад белорусы драконили наших польских соседей то что туда залетало то какие-то мигранты то еще что-то а теперь тишина и только вот это знаете я не знаю как звучит когда карась зарывается в ил но вот примерно что-то вот это такое вот эти заявления что давайте не будем войны не будет оказывается в случае чего Александр Григорьевич может прекратить все провокации на границах но может же как выяснилось из хорошего а тут все в этой истории прекрасно что нет учения 2023 что белорусы хотят учения со странами НАТО то есть тем самым они все больше дистанцируются от фашистской России мы наших соседей белорусов поздравляем что молодцы так держать гляди гляди и отпетляете в этой войне что Минск бомбить не будут в России начался дефицит дронов и комплектующих к ним из-за запрета Китая поставлять беспилотники об этом кстати пишет коммерсант со ссылкой на участников рынка это очень интересно что Министерство торговли Китая простите с 1 сентября ввело экспортный контроль в отношении высокопроизводительных беспилотных воздушных судов которые могут быть использованы в военных целях в результате в Россию прекратились поставки дрона весом от 4 килограмм или максимальной взлетной массой от 7 килограмм и продолжительностью полета больше 30 минут также под запрет попали беспилотники способные нести груз с функцией сброса или с возможностью закрепления такого устройства кроме того Китай ограничил поставки комплектующих мульти и гипер спектральных камер для дронов мощного бортового радиооборудования инфракрасных камер тепловизоров и так далее и теперь для поставок этой техники китайские чтобы это сделать нужно получить разрешение в Китае таможенной службы и других китайских государственных органов это что интересная история правда насколько мне известно там решение все таки оно звучит немножко шире они решили продемонстрировать свою невовлеченность там касается и России и Украины вот тут теперь надо обращаться к нашим производителям потому что мы активно используем китайские комплектующие очень много усилий сделано для того чтобы не использовать эти китайские комплектующие я говорю сейчас про Украину в данном случае интересно следующее значит за первую половину сентября верифицировано по открытым данным 7 случаев использования ланцетов российских а за аналогичные периоды соответственно было 35-40 иногда даже больше а интересно то значительно сократилось что это может значить ну возможно как раз идет об этих комплектующих которых стало меньше или их перестали отправлять но видите с нашими китайскими друзьями все непросто во-первых для начала нам надо выяснить будут ли поставляться северокорейские системы вооружения и боеприпасы я не думаю что без согласования с Китаем это в принципе возможно поэтому знаете как в игру нас там нет все любят поиграть классическая российская игра правда ведь да да вот россияне хотят поиграть в игру нас там нет на максималках когда теперь вот они грозят северокорейским ядерным оружием соединенным штатом например потому что это не мы мы только им поставим технологии соответствующие а нас там нет вообще-то это все Ким пухленький ну и так далее поэтому тут я бы не спешил радоваться всему этому во-первых верить российским СМИ это очень такое дело даже коммерсанту или чему-то другому это как это какой-нибудь аналитик в каком-то нашем разведцентре сказал вы знаете это хорошо но мало надо смотреть все в комплексе плюс ну Россия они же много локализуют у себя если они продолжают закупать американские микросхемы и западные находят способы обходить вот этот экспортный контроль то здесь тоже все может как-то пойти просто по другим ручейкам и результат что будет собираться останется ну из хорошего что Китай все-таки они обижаются когда их называют диктатурой диктатором узурпатором но мне кажется что если в Китае принято решение не поставлять какую-то номенклатуру в Россию то они как-то при всей своей экспортной ориентированности находят способы это как-то обеспечивать в отличие например от западных наших друзей вот ну посмотрим сама новость прекрасна как и все в сегодняшний день но ну не все допустим это я как это перед нашей мы утром объясню что-то мы утром записывались в связи с тем что перед программой я вышел на улицу и посмотрел на небо оно было абсолютно синим без одной тучки и и видела восход солнца и это вот меня на такой лирический лад настроило поэтому ну смотрим понимаете тут только на самом-то деле только поле боя покажет расклад сейчас понемножечку в некоторых вопросах мы технологически сильнее развиты но вот наши производители дронов например говорят что если россияне сначала отставали то сейчас они активизировались и по многим технологическим решениям они впереди нас и плюс за счет того что у них не вот это вот наше вот что там кто там кому Брукифка дроны миллион разговоров то там организация немножко по-другому сделана они раз и завод зафигачили у нас кстати тоже заводы появились по производству дронов просто некоторые стесняются об этом сказать особенно где они находятся но они на территории Украины я на одном был причем он этот завод чтобы вы понимали за этот год он дважды переезжал не потому что там что-то прилетало потому что надо было помещение больше 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 и больше и вот оно летает гудит и несет смерть вот и они же тоже масштабируют это все поэтому мне коммерсанта пока мало я согласна что мало просто создается впечатление что китай все-таки не очень хочет мараться в этой войне и это хотя бы в какой-то степени приятно непонятно что там подпольным будет да Роман еще один вопрос вот вы сейчас несколько раз повторили что все решится на поле боя еще один человек все время это повторял по крайней мере Блинкин вот он периодически тоже об этом многие заговорили о том что этой осенью на Украине начнут давить чтобы садить за стол переговоров верите ли вы в такой расклад такую возможность какие ваши ожидания я когда слушаю Энтони мне просто я сразу вспоминаю Путине то есть надо сразу как это он у нас там Путин же специалист по еврейскому вопросу как выяснилось как настоящий диктатор он определяет правильных евреев от неправильных это я отвлекся значит если Российская Федерация зафиксирует за собой оккупированные территории то это будет в том числе проигрышем западного мира со всеми вытекающими последствиями они нам помогают потому что это соответствует их национальным интересам поэтому когда кто-то говорит о том что вот во штатах поменяется власть и все что-то с Украиной случится про Украину забудут я к этому отношусь очень скептично потому что вот этот вот курс западным миром он проводится последние десятилетия и никто просто так с него не свернет соответственно никаких переговоров я не просматриваю если честно но разница между мной и Энтони она все-таки есть потому что потому что Энтони Блинкин имеет влияние на принятие решений Лавров когда заявил о том что в США полностью моделирует эту войну он же прав когда вот российские пропагандисты хотят сказать что украинцы американцы вас не любят вот они вам поставляют 31 танк а могли бы поставить 500 и они же правы могли же поставить 500 могли если учесть всю номенклатуру вооружений которые есть на вооружении западных стран и которые да они нам все время этот ангар расширяется 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 то мы об этом уже говорили можно было бы немножечко войну повернуть в другую сторону значительно быстрей и это важно и вот поэтому вот тут разница между нами что Энтони мог бы сказать нашему дедушке Джозефу Байдену что хватит их бояться вот просто хватит бояться этих российских нацистов кто тут вообще великая нация ты же с коммунистами ты же антикоммунист в душе почему вот у нас тут многие так к Дональду Трампу так скептично относятся все переживают если его выберут почему потому что Дональд коммерсант у него там калькулятор у него всегда а вот Джозеф он все-таки он громыко видел он видел эти кислые морды этот сумрак и грусть он приезжал еще 40 лет в Москву видел это отсутствие кока-колы эти дешевые костюмы и все вот ходят как сейчас в КНДР ну давайте вспомним Советский Союз соответственно там 70-е 80-е годы ну я так сильно не помню но по рассказам мамы все как-то было слишком пестренько ну и самое главное отсутствие права человека ну на жизнь на мнение и так далее и вот Энто не должен сказать ему вот они вот такие как были так и остались что нужно что-то делать с этим у нас есть возможности ну и так вот оно и получается вот видите понемножечку они начали воспринимать Российскую Федерацию как экзотациональную угрозу не в военном плане что вот этот вот ну их подход к жизни что вот эта чернота она может распространяться по планете ну и соответственно перестанут на нас экономить и да там где 31 танк там им может быть и 500 ну там вообще военные очень четко сказали то есть все как сейчас плюс ракеты плюс самолеты и больше больше военной техники больше артиллерии все опять же это у них есть наших западных друзей все эти всем уже надоело рассматривать эту пустыню с каким-то супер климатом где там не надо консервировать военную технику заливай соляру и все оно ну все понятно все к этому идет сколько заберет это жизни у нас ну это самое главное и кто кто останется жив здесь даже в части восстановления это знаете как это ну у меня лично у меня не вызывает никаких там ни сомнений ни опасений потому что когда касается стройки деньги денег в мире много никто даже не знает куда их толком тратить эти деньги и на западе в том числе но так ну ну чтобы Энтони успел сказать Байдену несколько важных слов о которых вы сейчас говорили осталось у Энтони грубо говоря не так много времени год да и все дела ну может чуть с хвостиком да потом же неизвестно какие будут перетрубации даже если Байден останется может быть другой госсекретарь правда вот когда вы про Энтони так вспоминали это с надеждой на то что вот за год что-нибудь куда-нибудь двинемся вперед нет так оно же уже двигается смотрите оно уже движется вот мы записываем интервью в преддверии встречи Зеленского и Байдена во-первых знаете что интересно наших американских друзей знаете что больше всего раздражало когда украинские чиновники и Зеленский и при этом Порошенко они они же брали на себя обязательства то есть вот назначили например Пенни да ответственность за восстановление Украины послевоенной которая кстати по некоторым опциям уже началась о чем они говорят все мы хотим чтобы Украина соответствовала критериям вступления в НАТО и в ЕС и давайте занимайтесь теми коррупционными делами у нас сейчас смотришь там показательно Игоря Валерьевича закрыли и возможно его и не выпустят уже в обозримом будущем ближайшие годы всякое возможно то есть я к чему это веду что нас заставляет украинское глубинное государство обстоятельства ну в первую очередь война заставляет меняться и вот когда наступит момент когда вот условно условно будет так приезжает Зеленский к Байдену и говорит мне надо ракеты самолеты бомбы хочу убить всех российских оккупантов он говорит ну а как когда-то хотели вы в юные годы когда боролись с коммунизмом Джозеф говорит отлично я а я хочу чтобы вы не только говорили что хотите быть похожим на нас а вы стали им и наше желание такое ну все очень часто упираются в антикоррупционную структуру на самом-то деле они же вот давайте так вот проанализируем все наши вот эти опасения западного мира вот эти заявления послов G7 оно касается только одного аспекта что какой-то закон приняли где-то там запятую подкрутили смысл его изменили касается конституционного суда антикоррупционного антикоррупционных органов касается судебной реформы все как-то ну так вот понемножечку и все как раз приходит к этой норме ракеты взамен на реформы полтора года кстати это очень много еще как много да поэтому так как еще раз у наших американских друзей есть военно-технический решения для этой войны если они будут использованы эти военно-технические решения то все быстренько изменится и вообще вот если опять же вернуться на поле боя там же по некоторым опциям все очень технологично происходит то есть вот мы смотрим потери украинские хаймарсы они специализируются на уничтожении артиллерии и создают соответственно некоторые предпосылки потом сейчас раз появились украинские дальнобойные ракеты которые куда-то там в Крыму прилетают и потом оккупанты говорят что ничего у нас не произошло показывают дырку в подводной лодке и говорят что опять не попали то есть я к тому что кроме вот нашего внутренней радости и удовольствия когда это все происходит мы видим военно-техническую логику да она медленно да она несовершенна но вот она есть эта логика ее видно за эти полтора года все можно ускорить я люблю цитировать Лойда Остина который всегда говорил что можно лучше и больше кстати насчет тех же самолетов есть же такая опция что пилоты они могут в отпуск уйти где-то в других странах и приехать к нам конечно у нас же есть иностранный легион будет авиакрыло иностранного легиона мы им дадим гражданство зарплата у них будет будем платить им 100 тысяч гривен боевых чтобы они когда прилетали чтобы им на кофе хватало например во Львове или в Монофранковске ну аэродромов у нас много взлетать можно кстати из Жулян и из Борисполя можно взлетать военным самолетом ну я к тому что тема такая поэтому давай Антони давай спасибо Роман спасибо огромное спасибо страшно рады были видеть спасибо большое спасибо Роман Цимбалюк был сегодня с нами на связи за что мы страшно благодарны конечно признатель вам наша спонсорная платформа патреон оставайтесь с нами и конечно смотрите чудесный канал Романа Цимбалюка на ютубе оставайтесь Редактор субтитров А.Семкин